Премиальный уровень обслуживания с металлической картой Тинькофф Black Premium. Персональный инвестконсультант, пониженная комиссия за сделки в инвестициях и доступ к расширенной аналитике. Путешествуйте с удобством по России и миру. С этой картой вы получите бесплатную страховку путешественника для себя и близких и доступ в бизнес-залы. Переходи по ссылке в описании и оформляй Тинькофф Black Premium, чтобы воспользоваться всеми преимуществами карты. Дорогие друзья, здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим об одном из величайших исторических деятелей и величайшем османском султане Сулеймане Великолепном. Здесь хочется сделать отсылку к сериалу «Великолепный век», который вы наверняка смотрели. Я его не смотрел, но судя по комментариям, это очень популярный сериал, рассказывающий в основном про дворцовые интриги, про любовь султана Сулеймана Великолепного и его наложницы, а впоследствии жены Роксоланы. Но на самом деле, конечно, история Сулеймана и история Османской империи гораздо шире, как вы понимаете, всех этих любовных интриг. И, безусловно, вот на гребне славы, на гребне расцвета Османской империи находится Сулейман Великолепный, о котором мы сегодня будем рассказывать. Итак, что такое Османская империя в 16 веке? Это, безусловно, сильнейшее государство на тот момент. Отец Сулеймана, Селим Грозный, уже провел достаточно большое количество завоеваний и расширил Османскую империю на Балканах. Завоевал Египет, то есть вот вся Малая Азия, часть Балкан и вплоть до Египта, все это территория Османской империи. За столетия до этого османы захватили Византию, захватили Константинополь, который теперь называется Истанбул, и который является столицей Османской империи. И, безусловно, вот много же можно сейчас услышать, да, вот имперское прошлое Турции, кто-то его оспаривает, откуда оно взялось, тот вообще не знает, откуда оно взялось. Но если мы сейчас с вами переместимся в 16 век, мы поймем, что, конечно, Турция современная, она наследует величайшей Османской империи. В свою очередь, османы тоже чувствуют себя наследниками Византии, отчасти. По какой причине? Понятно, что османы были кочевниками, вот начался захват Малой Азии, потом катастрофа в Византии и захват Константинополя. Но, очевидно, все, кто был в Стамбуле, вы понимаете, что это в воздухе, да, что это столица империи. Сначала византийской, потом Османской. Это в городе просто чувствуется. Храм Святой Софии, потрясающие минореты и мечети, часть из которых выстроена при Сулеймане Великолепном. Все это висит в воздухе, и вот эта вот точка на карте Константинополя, теперь Стамбул, это точка, которая, несомненно, я не люблю эти мистические все сравнения, что это энергетическая точка, но, очевидно, что это важный перекресток интересов Европы и Востока. Ну, в первую очередь, конечно, это точка, которая контролирует важнейшие торговые пути из Средиземного моря в Черное море. И, конечно, географически это супервыгодное положение. Я сказал пару слов о Селиме Грозном, который был отцом Сулеймана Великолепного. Он начал эти завоевания, он начал расширять территорию Османской империи, и Сулейман Великолепный его дело продолжил. Я здесь хочу отступить немножко и рассказать вообще, как была устроена система престола наследия в Османской империи, вообще, чем она отличалась от Европы того времени. Конечно, Европа к XVI веку уже победила феодальную раздробленность во многом, и это территория монархии. Это территория абсолютных монархий, это территория конституционной монархии, которой является Англия. Но сильные государства — это Франция, это империя священная римская, которая находится под владычеством Гамбургов, это Испанское королевство. Это, безусловно, земли, которые находятся под влиянием священной римской империи. Но важное отличие Западной Европы от Османской империи в том, что, конечно, вот этой единой политической воли и единой системы управления своими феодалами в Западной Европе нет. То есть, конечно, нет такой ситуации, которая была 2-3 века назад, когда феодалы могли отказать королю в праве идти вместе с ним на войну, и зачастую владения одних феодалов были больше, чем королевский домен. Конечно, все это уже в прошлом, но, тем не менее, в Англии есть парламент, который может не поддерживать стратегические инициативы короля. Во Франции есть сословная знать, которая влияет на политику короля. И самое главное, что у всей этой знати в Европе есть своя собственность. Это замки, это земли, это огромные богатства, которые принадлежат им и передаются по наследству. В Османской империи ничего этого нет. Вся земля и все богатства принадлежат султану. Умирает великий визирь. Все, что он накопил за свою жизнь, переходит к султану. Да, он может наложницам покойного и его родственникам дать какие-то деньги, раздать какие-то земли, а может и не раздать. И в этом смысле они все являются исполнителем воли султана. Это первое различие. То есть султан это абсолютный хозяин своей земли, ему все подчиняются беспрекословно. И, собственно говоря, первое различие это беспрекословное подчинение, второе различие это экономика. Потому что все принадлежит султану и в любой момент огромное количество финансов может быть потрачено без всяких согласий и одобрений на военную операцию, на строительство флота, на строительство дворца, вообще на любое предприятие, которое начинает султан. Сегодня, когда огромное множество процессов происходит в онлайн-режиме, некоторые профессии теряют свою актуальность. Посудите сами, продукты и одежду можно заказать в интернет-магазине, банковские операции провести в своем смартфоне и даже консультацию врача можно получить онлайн. И поэтому сейчас, как никогда, актуальна профессия в сфере IT. Ведь спрос на айтишников будет только расти. Особенно на разработчиков. Об этом говорят и цифры. Разработчики на Пайтоне получают в среднем 140 тысяч рублей. Освоить эту профессию с нуля сегодня может каждый. И лучшим стартом для вас станет курс «Фуллстэк-разработчик на Пайтон в онлайн-школе Скиллфэктори». В Скиллфэктори вас всего за 15 месяцев обучат программировать на Пайтон и Джаваскрипт. Преподаватели курса — лучшие специалисты IT-индустрии. Кстати, при желании можно поставить обучение на паузу. Например, на время отпуска или командировки. К концу обучения вы станете «Фуллстэк-разработчиком» с готовыми веб-проектами, которые можно будет демонстрировать работодателю, а с трудоустройством вам поможет центр карьеры Скиллфэктори. О крутости Скиллфэктори говорят высокие оценки на независимых площадках. По промокоду Минаев ваше обучение будет выгоднее на 45%, а при оплате всего курса сразу скидка будет составлять 50%. В общем, друзья мои, не теряйте время, а уже сейчас стройте свое перспективное будущее. Ссылочка на него в описании. Переходите. Второй момент, который различает Европу 16 века и Османскую империю того времени, это армия. Турецкая армия, Османская армия – самая сильная армия, потому что главная боевая сила – это янычары. Янычары – это личная гвардия, которая подчиняется только султану. Живут янычары за счет султана, в мирное время они получают жалования, в военное время они получают повышенное жалование, но самое главное, что во время войны они живут грабежом, и все, что они награбили, принадлежит им. По наследству это также не передается, все после их смерти уходит в казну, и дальше султан этими деньгами распоряжается. В янычары люди попадают, в основном это христиане, это важный момент, христиане, которых детьми забирают из своих семей, потом они принимают ислам, и вот всю свою жизнь они занимаются военной службой. То есть это профессиональная армия. В Европе в тот момент профессиональных армий мало, потому что люди, которые готовы были, как в средние века, посвятить свою жизнь в войне от первого вздоха до последнего, их уже практически не существует. Есть, конечно, наемники, швейцарские наемники, генуэзские наемники, которые воюют за деньги, да, но их количество, конечно, не такое, более того, они могут воевать за всех. Эти янычары принадлежат только султану. Помимо янычар, конечно, есть конница, конечно, есть военные формирования, где люди сражаются за земляные наделы, и самое главное преимущество — это артиллерия. Турки научились воевать пушками, они научились брать с помощью артиллерии города, и они научились обстреливать с помощью артиллерии, обстреливать из пушек во время полевых конфликтов. То есть вот мобильная артиллерия и осадная артиллерия — это, несомненное, преимущество Турции. И вот такая вот держава, очень пассионарная, начинает расширяться. И я уже сказал, что многие завоевания сделаны были Селимом, отцом Сулеймана, и вот Сулейман приходит к власти. Здесь тоже очень важный момент, как в Турции наследует престол. Никаких жен у султана нет, у султана есть только наложницы. То есть буквально это рабыни, которые куплены на невольничьем рынке, и вот подаренные самые красивые рабыни, их дарят Султану, и Султан, значит, образует из них гарем, где есть старшая жена, это та, кто родила, как правило, наследника, то есть первого отпрыска мужского пола, и остальные жены, у всех есть дети. Эти дети растут. И вот в какой-то момент Султан умирает, и дальше начинается грызня за власть. То есть идеальный способ наследования, это когда старший сын, достигнув уже половозрелого возраста, там возраст 17 лет, 15 лет, 18 лет, с помощью своей матери и своих приближенных, а может быть и с помощью своего отца, делает так, чтобы от братьев ничего не осталось. То есть буквально братья умерщвляются. Есть очень важная такая ремарка, нельзя проливать османскую кровь. Да, поэтому, конечно, никаких цареубийств с помощью ножа не было. Наследников душили. Душили чаще всего струной, чтобы сразу и моментально человек умирал. И поэтому вот каждая следующая итерация вошедствия Султана на престол, это расправа с собственной роднёй, чтобы не оставалось никаких конкурентов. Убивали родных братьев, убивали детей родных братьев, даже грудных. И, в общем, в век Сулеймана Великолепного, я дальше об этом поговорю, то же самое будет. Но самому Сулейману повезло. Он братоубийственно ни с кем не воевал. Он никого не убивал для того, чтобы занять престол блистательной порты. И он был один в этот момент. Его отец Селим умер. И, собственно говоря, эта смерть держалась в тайне какое-то время. О ней было сообщено только когда на место смерти уже приехал Сулейман. И его представили как нового султана. Объясню, почему это происходит. Опять всему виной янычары. Янычары рабы султана. Но они рабы тоже такие очень специальные. То есть они понимают, что от них очень многое зависит. И как только умирал предыдущий султан, прежде чем присягнуть новому, если он еще с ними не был в хороших отношениях, они обязательно устраивали бунт и требовали даров. И в этот момент нужно было, чтобы пришел наследник и сказал, товарищи янычары, вы знаете, папаня мой умер. Я теперь наследник престола. Вот вам дары, пожалуйста, успокойтесь. Если не успокойтесь, то двух-трех зачинщиков предполагается повесить или обезглавить. И поэтому вот этот момент был очень важен. Когда Сулейман умрет, его смерть тоже сокроют на некоторое количество дней, чтобы успел подъехать наследник, всех одарить, чтобы янычары чуть побузили, успокоились. И дальше продолжалось спокойное царствие. В общем, Сулейману повезло. Он становится султаном, он становится властелином всей невероятной Османской империи. И второе важное дело – это защитник веры. Потому что он владелец фактически огромных мусульманских территорий. Где-то, как, например, на территории Турции, это мусульмане-суниты. В Персии, которые с османами, которые постоянно будут воевать, там шииты. Ну, еще на землях, естественным образом, проживают евреи, проживают католики, проживают православные. То есть это огромная территория, населенная большим количеством людей с разной верой. Вот всем этим нужно управлять. Ну, надо сказать, что восшествие на престол Сулеймана ознаменовано тем, что он не стал продолжать дело своего отца. То есть он не стал разыгрывать из себя такого же жестокого правителя. Хотя впоследствии, конечно, в его истории будет много жестокости. Но пока он освобождает пленников, он освобождает христианских купцов, которые сидят в темнице, которых посадил его отец, отпускает их. То есть он делает такой жест доброй воли и показывает, что при мне политика будет меняться. И, собственно говоря, это оценивают венецианцы. У венецианцев вообще особая роль в отношениях между Стамбулом и Европой. Потому что Венеция — это купцы, это мореходы. Одни из немногих, а поначалу вообще единственные, у которых есть посольство в Стамбуле. И они сообщают все важные сведения, которые творятся в Стамбуле, являются носителем дипломатической переписки. И вот таким образом сообщают Западу то, что творится в Стамбуле. Собственно говоря, один из английских дипломатов позже напишет, что из всех шпионских и не шпионских новостей верить можно только венецианцам. Вот с помощью Венеции Сулейман великолепно начинает выстраивать свои отношения с Западом. Но в любом случае начало правления должно быть ознаменовано каким-то важным событием. Реформами ли, какими-то изменениями в общественной жизни. Либо самым простым в тот момент образом это войной. И Сулейман великолепный в эту свою первую войну отправляется. В войну на Балканы, а точнее не на Балканы, а сначала на Балканы, а потом в Европу, то есть в Венгрию. Ну, давайте еще чуть-чуть поговорим о том, как устроена Европа в тот момент. Друзья, всегда говорил и буду говорить, чтобы быть умным, всегда нужно читать книги. Художественные, биографические, исторические, разные. Тем более, что в наши дни это можно делать где угодно и когда угодно. Ведь у нас есть Литрес. Литрес – это крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ. А недавно у них появился новый формат. Это подписка, которая дает вам доступ к огромному каталогу из 190 тысяч аудиокниг и их электронных версий. Можете круглые сутки слушать и читать. Лучшие произведения без лимитов по количеству. По подписке доступны в том числе бестселлеры, подкасты и лекции. И каждый месяц добавляется больше тысячи новинок. Подписка на Литрес дает возможность быстро и удобно переходить от электронного формата книги к аудиоформату. И наоборот. При этом продолжая чтение или прослушивание с того же момента, где вы остановились. Также рекомендую обратить внимание на авторов современной русской прозы. Их книги заслуженно становятся новой классикой. В общем, друзья мои, слушайте и читайте книги по Литрес подписки. И будете умными. А по промокоду MINIFF22 первый месяц подписки у вас будет со скидкой 50%. Всего за 199 рублей. Ссылочка в описании. Переходите. Одно из самых сильных государственных образований Европы XVI века это Священная Римская империя. И в тот момент управляет этой империей император Карл V. Карл V Габсбург, он же Карл I испанский. Потому что помимо того, что он император Священной Римской империи, он король Испании. Вот Габсбурги управляют Священной Римской империей. У Габсбургов есть естественный географический противник. Это Франция. Во Франции в тот момент правит король Франциск I, о котором немало сложны легенд исторических и не легенд. Вполне себе детально описано его правление. Франциск расширяет французские территории. И, собственно говоря, он со Священной Римской империей пересекается в Италии. С одной стороны, Италия раздробленная. Там нет единого государства. И Франциск I мечтает заполучить богатейший город Милан. У Франции в тот момент еще нет лазурного побережья. Нет никакой Ниццы, никаких владений вокруг Ниццы. Все это принадлежит Герцесу Савойскому, который, собственно, и владеет, в том числе и Милан. Но вот на эту территорию очень позарился Франциск I. И, конечно, Карл V ему отдавать эту территорию не хочет. Она находится, не принадлежит, но находится под влиянием Габсбургов. С другой стороны, Испания и Франция имеют общую границу. И там тоже постоянные пограничные стычки, постоянные споры за какие-то государственные преобразования. Собственно, вы знаете, да, карликовое государство Андорра. Независимая Андорра, которая находится в Пиренейских горах. Да, почему она независимая? Потому что за этот кусок, за этот проход в горах столько раз испанцы с французами сражались, чтобы в какой-то момент они договорились, сказали, все, ребята будут независимыми. И мы будем очередно оказывать им протекторат военный в случае необходимости. Испанцы и французы. Вот так Андорра появилась. Противостояние между Франциском I и Карлом V довольно жесткое. Это доходит до сначала локальной стычки, потом это перерастет в большую войну. С одной стороны. С другой стороны, XVI век это что? Это начало реформации. Реформация на самом деле для Европы, наверное, самый главный процесс в ее новейшем времени. Вот Мартин Лютер Кинг, который прибивает свои тезисы к двери собора, начинается движение за изменения в церкви. И, безусловно, протестанты, то есть те люди, которые следуют новому церковному канону, они находятся под давлением с одной стороны Папы Римского, а с другой стороны Священной Римской империи. И Карла V как защитника веры, потому что император Священной Римской империи, он, конечно, защитник веры. Основная база поддержки протестантов это раздробленная Германия, огромное количество германских княжеств и Нидерланды. И вот там тоже поле битвы. И, собственно говоря, это прозвучит немного с натяжкой, но вот постоянная угроза турецкого вторжения в Европу, она протестантов спасла, потому что императоры Священной Римской империи не могли бросить все свои силы на то, чтобы уничтожить протестантов. Потому что в любой момент они ждали вторжения Турции, и вот этот вот баланс сохранялся. И, конечно, Сулейман Великолепный об этом знал. Это описание исторической действительности, которая в тот момент имела место. Здесь есть еще один важный фактор. Карл V называет себя императором Священной Римской империи. Султан Сулейман Великолепный себя императором не называет. Ну, конечно, императором он себя понимает. С одной стороны, это византийское наследие, вот он, Константинополь, который теперь Стамбул. А с другой, это огромная территория, которой он владеет. И, конечно, он хозяин, он король мира. И Карла V он всегда будет называть презрительно не император, а испанский король. Император он один. И, действительно, если вот посмотреть уже, что называется, попытаться беспристрастно посмотреть на эту ситуацию, конечно, реальный император в этот момент это Сулейман Великолепный. Конечно, ему не принадлежит Европа, но императору Священной Римской империи она не принадлежит. Но по влиянию, по военной мощи, по экономической мощи, он, конечно, он, безусловно, император. Более того, если мы будем говорить о Черном море, оно вообще называется Турецкое озеро. В тот момент не называется в смысле географически, но понимается, потому что все земли вокруг принадлежат Турции. Она полностью его контролирует. И вот в 1520 году Сулейман Великолепный восходит на престол. За три года до этого в его жизни появляется женщина, о которой мы будем много говорить в этом выпуске. И женщина эта сыграет роковую роль в судьбе Османской империи и сыграет важнейшую роль, конечно, в судьбе Сулеймана. Женщину зовут Роксолана. Она была рабыней. По разным данным, кто-то пишет, что она родилась в Польше, кто-то, что она родилась на территории Украины, кто-то просто говорит, что она славянка. Тем не менее, совершенно точно, она славянка абсолютно, и то ли ее звали Елена, то ли ее звали по-другому, в европейских хрониках она зовется Роксолана. И в одной из расшифровок имени Роксолана славянская красавица. Эта Роксолана попадает в плен к туркам, становится рабыней, и ее покупает Ибрагим Паша, это ближайший друг Сулеймана Великолепного, который тоже был прошлым раб, и который дослужился до титула великого визиря при дворе Сулеймана Великолепного. Она попадает Роксолана к нему, Ибрагим дарит ее своему другу Сулейману. И она становится любимой, не просто вот любимой женой, да, потому что это чуть-чуть такая уничижительная характеристика, конечно, она становится любимой женщиной Сулеймана. Здесь вот небольшое отступление по поводу вообще социальных лифтов в Османской империи. Это тоже интересный момент. Элита Османской империи не является элитой османов по факту рождения. Ибрагим Паша, о котором мы уже упомянули, попал в рабство и дослужился до титула великого визиря. Один из главных архитекторов, Синан, тоже изначально попал в плен и был продан в рабство. Великий Хайреддин Барбаросса, пират и адмирал в будущем на службе у Сулеймана Великолепного, тоже изначально выходит с Родоса. То есть вот османы, они настолько грамотно управляли государством, что они выбирали талантливых людей. Неважно, какого происхождения, неважно, какой веры, они все потом обращались в ислам. И эти люди возносились в элиту империи. Таким образом они получали мозги. И это, в общем, блестящая совершенно характеристика. И мы привыкли, во многом привыкли, что вот Османская империя такие янычары, свирепые, резали всем головы, значит, сжгли, насиловали, забирали в рабство. Да, конечно, это тоже было. Но с другой стороны, это была такая хитрая государственная система, где если ты не был по крови османом, ты мог все равно вознестись в элиту. На территории империи проживало огромное количество людей, которые не исповедовали ислам. Это и иудеи, и христиане, и православные. Они платили налог, но их никак не притесняли. Пожалуйста, отправляйте культ, платите налог, и все с вами будет хорошо. И многие предпочитали, впоследствии вы это услышите, многие предпочитали во время захвата земель османами не убегать, а оставаться под османами, потому что им это было просто выгоднее. Если говорить о вере вообще, то самыми страшными врагами османов были персы, потому что они шииты. Вроде тоже мусульмане, но другое течение, и по суннитским определениям они еретики. Вот с ними, конечно, надо враждовать и убивать их до последней капли крови. А все остальные, пожалуйста, живите, платите налоги. И в этом смысле это была очень мудрая система государственного управления. Возвращаясь к Раксалане, Ибрагим Паша, ставший близким другом Сулеймана, подарил ему наложницу, и Сулейман в нее с течением времени влюбился. Сначала она была одной из наложниц Гареми, а потом она стала возвышаться. Мы дальше об этом подробнее поговорим. Но вот за три года до своего вошедствия на престол Сулейман встречает женщину, будем говорить, своей жизни. Начинается правление Сулеймана с вторжения в Венгрию. Что происходит в Венгрии? В Венгрии в тот момент очень слабая территория. Она католическая, но там идут постоянные войны венгерского короля с собственной знатью. Знать ему не подчиняется. Постоянная междоусобица. Очень невыгодное положение между Священной Римской империей до Вены от Будапешта, что там, 200 или 300 километров, и владениями Османской империи. Всегда зажат между двух этих исполинов. И несмотря на то, что ты единоверец вроде как с теми ребятами, кто живет в Вене, они тебе на помощь зачастую не приходят. И как мы позже увидим, и не придут. И вот, собственно говоря, Сулейман вступает в свой первый поход. Он начинает расширять влияние на Балканах. В 1521 году Сулейман после бомбардировки артиллерийской захватывает Белград. Белград сжигается, гарнизон вырезается, люди убегают. И, собственно говоря, Белград становится одним из форпостов для последующего продвижения в окрестные земли. В тот же момент Сулейман начинает свои военные действия на море. Потому что у Турции достаточно сильный флот, но, скажем, не такой сильный, как у испанцев. И если свою часть Средиземного моря турки плотно контролируют, Черное море вообще под их контролем, а Средиземное только часть, которая прилегает к Стамбулу, то вторую часть контролируют испанцы, венецианцы и частично португальцы. И вот туда, конечно, Турция устремлена. Потому что побережье, Египет турецкий, часть окрестных земель турецкая, Алжир, в вассальной зависимости от Турции. То есть, конечно, есть желание превратить и Средиземное море в турецкий пруд, в турецкое озеро. И, собственно говоря, вот первой такой пробой пера становится атака на остров Родос. На острове Родос сидят рыцари иониты. Вы о них слышали в крестовых походах, когда всех крестоносцев вытеснили с территории Малой Азии, с территории Востока. Вот часть из них, это тамплиеры, вы бежали, вы знаете их судьбу, а иониты, например, закрепились на острове Родос. У них там был сильнейший замок, и, собственно говоря, они их контролировали. Они находились на перекрестке торговых путей, они их контролировали. И вот в 1522 году Сулейман с войском высаживается на острове Родос. Там сильнейшая крепость, там потрясающие фортификации. Турки обстреливают их из артиллерии безуспешно. Параз идут на штурм, теряют огромное количество людей. Предлагают сдаться, рыцари не сдаются. Причем Сулейман тоже удивительная вещь. И многие описывают его, и вот по ходу этого повествования увидят, что это было так, как человека благородного. Много раз предлагал осажденным сдаться, выйти, подняв знамена, увезти детей, стариков, женщин из карпа, и, значит, он никого не тронет. И так и было. С другой стороны, казни пленных. 2000 человек венгров, которым были отрублены головы. То есть в нем это все сочеталось, как, наверное, в любом великом правителе, в любом тиране. И вот он предлагает рыцарям сдаться, они его отвергают, и начинается борьба мин. Артиллерия стены не берет, турки начинают делать подкопы. И зарывают подножье замка сотни туннелей. Но рыцари тоже люди хитроумные. И с помощью ответных подкопов они начинают контрминные операции. Это звучит так странно. Я об этом довольно много прочитал сейчас. Никогда не знал, что это вообще, как это работало. Есть туннель, в который закладывают турки мины. Параллельно ему копается другой туннель, где сверлятся дыры, как в вентиляции, чтобы отвести взрывную волну. Через дыры, через которые может заливаться вода и гасить вражеские фитилии. Вот эта вот система контртуннелей, она практически как кротовьими норами, было изрыто все подножье этого замка. И когда пошел генеральный штурм, начали взрываться бомбы. Они взрывались, вот все это контрминирование срабатывало, стены не осыпались. То есть турки опять пошли на приступ. Было несколько проломов в стенах, но они были настолько узкие, что турецкая армия туда зайти не могла. И опять рыцари атаки отбили. Турки потеряли огромное количество людей, но иониты тоже потеряли большое количество людей. И поскольку в пропорции они потеряли больше, было понятно, что замок надо сдавать. И вот после долгих переговоров магистр ордена ионитов соглашается на сдачу. И надо сказать, что Сулейман великолепный здесь проявляет благородство. Он предоставляет корабли. И иониты со своим скарбом, со знаменами, с женщинами, с детьми, с деньгами садятся на турецкие корабли и уплывают. Но тут тоже очень важно. Некоторая часть населения Родоса остается и признает, что они теперь будут жить вот под владычеством Османской империи. То есть они понимали, что ну а что им плыть-то? Они простое население, с ними ничего никто не сделал. И действительно, они там жили все оставшееся время, пока Родос был под владычеством Турции, под владычеством Османской империи. И ничего с ними не происходило. А иониты, в свою очередь, доплыли до Сицилии, попали в шторм. И, в общем, путем сложных дипломатических переговоров им удалось договориться с Карлом V, императором Священной Римской империи. И им отдали Мальту. Знаменитый Мальтийский замок и знаменитый Мальтийский орден, о котором вы знаете, он начался именно тогда, когда ионитов выгнали с Родоса, и они осели на Мальте. Вот, собственно, два первых успешных похода. После каждого из походов в Стамбуле дикое празднество. Здесь взяли Белград, здесь взяли Родос. Вообще все совершенно прекрасно. И дальше Сулейман бросается в атаку на Венгрию. Если вы спросите любого венгра, скажете ему слово «Мохач», он вам, скорее всего, ответит, что это самое страшное, что случалось с Венгрией. У венгров даже есть поговорка, если какая-то потеря происходит, венгры могут ответить, что потеря, конечно, не такая большая, как при Мохаче. При Мохаче случилась венгерская национальная катастрофа. Произошла она следующим образом. Венгерский король Людоик II получает весть, что Сулейман, турецкий султан, вторгся на территорию Венгрии. И он начинает собирать войско. Часть советников говорит ему, надо дождаться помощи императора Священной Римской империи, надо дождаться прихода его войск, и тогда попытаться дать сражение. А пока лучше окопаться по крепостям и выдерживать осаду, изматывать войска Сулеймана. Вторая часть Мадьяр говорит, ну что это за трусы-то, надо прийти и дать им генеральное сражение. Мы тут рыцари, мы что, не можем драться, что ли? Сейчас мы покажем Сулейману вообще, где тут турки зимуют, собственно говоря. Тем более, кстати, про зиму это тоже очень важно, потому что 16 век – век жуткого похолодания. Зимы ужасающе холодные, летом постоянные ливни, потопы, наводнения. И все это делает летнюю кампанию очень трудной, а зимнюю вообще практически невозможно. И вот можно дождаться зимы и как-то отбиться от турков. Но молодой король Венгрии Людовик советников не слушает, которые говорят ему, что надо дождаться помощи, и идет со своим войском навстречу Сулеймана. И вот при местечке Мохач начинается битва. Сулейман показывает себя как блестящий стратег. Точнее, даже не он, а Ибрагим Паша. Ибрагим Паша, который его ближайший друг, который подарил ему Роксолану. Он показывает себя как великий стратег. Они делают очень слабые первые ряды турецкой обороны, выстраивают довольно слабые полки впереди, и основную линию во главе с янычарами оттягивают назад. Венгерские рыцари на это попадаются, и вот всей своей тяжелой конницей они вгрызаются в центр турецкого войска. И дальше происходит приблизительно то же самое, что происходило во время Столетней войны, который выпуск вы наверняка смотрели, что происходило в битве англичан с французами. Идет удар на пролом по центру, центр расступается, и со всех сторон у англичан это были лучники, у турков тоже есть лучники, но самое главное, у турков есть артиллерия. И она начинает венгров просто выкашивать. Венгры пускаются в беспорядочное бегство, и короля Людовика вообще долгое время не могут найти. Он ранен в голову, и он утонет в болоте. Его найдут, опознают по шлему с драгоценностями, потому что он утонет под весом доспехов и под весом собственной лошади. Для венгров закончится все это ужасно. 20 тысяч погибших, 2000 пленных будут обезглавлены, и перед султаном Сулейманом Великолепным сложат вот такой курган из отрубленных голов, он будет на них смотреть. И перед битвой один из венгерских епископов скажет, что это будущие мученики, говоря о том, что битву нельзя было начинать, это будущие мученики, дай бог, чтобы Папа Римский успел их канонизировать. В общем, это национальная трагедия. И дальше все, у Венгрии нет войска, и Сулейман доходит до Буды, доходит до Пешта, оба города сжигаются, разграбляются, и, собственно говоря, все, Венгрия становится собственностью Османской империи. Битва при Мохочи – это точка невероятного возвышения Ибрагима Паши. Прямо на поле боя Сулейман Великолепный подарил ему перо цапли, которое было обрамлено каким-то великолепным алмазом. И это такой знак высочайшей почести. Вообще, в принципе, история Ибрагима и Сулеймана – это история двух друзей, да, они познакомились в молодом возрасте, и они постоянно вместе ужинают. Ибрагим спит в замке, во дворце Сулеймана. То есть они очень близкие друзья. И, собственно говоря, существует легенда, по которой Ибрагим после вот этого перо цапли попросил Сулеймана, что, ты знаешь, ну, уже хватит возвышения, потому что падать потом мне будет очень больно. Я знаю, как великие визири все заканчивали, поэтому, если ты можешь, как бы вот, ну, мне больше ничего не надо. Его пожаловали вообще невероятным могуществом. То есть он был второй человек в империи. И есть полковое знамя у турков – это бунчук. Это вот так он выглядит, древко-копья и конские хвосты. Если у Паши три бунчука перед войском, это значит, что он просто один из величайших людей в империи. У Ибрагима их было семь. То есть он был просто вторым человеком в империи. Он мог вообще себе позволить все, что угодно. И вот он в моменты своего возвышения, существует легенда, что он попросил остановиться с почтями, потому что это его погубит. И, в общем, это его впоследствии погубило. Но вот за доблесть, за стратегический талант он был в тот момент очень сильно возвеличен. Дальше за полтора года практически захватывается Босния, Герцоговина, захватывается Словония. И, собственно говоря, Венгрия делится на две части. Потому что Сулейман понимает, управлять этой территорией очень тяжело. Туда надо заселять свою администрацию, туда надо переселять людей. Она находится черт знает где от Стамбула и все время будет восставать. Поэтому Венгрия делается вассалом Османской империи. В тот момент один из лидеров дворянства венгерского, это Янош Запольяй, он является лидером мадьярских дворян. И, в общем, он вступает в переговоры с Сулейманом, признает его своим вассалом, целует ему руку, подносит ему дары, и тот его назначает королем Трансильвании. Так же не может быть, чтобы он его взял и назначил, и он спокойно будет царствовать. Конечно, нет. У покойного Людовика, который утонул в болоте, была сестра. На этой сестре был женат Фердинанд. Это австрийский магграф, который был родственником императора Священной Римской империи. И вот он по этому странному юридическому обоснованию, что он, значит, брат жены усопшего, он предъявил тоже свои права на венгерский престол. И, естественно, Сулеймановскую власть не признал. Таким образом, Венгрия становится столкновением двух империй. Османской империи и Священной Римской империи. И, надо сказать, у Сулеймана это будет бомбить всю его жизнь. Он хотел встретиться на поле боя с императором Карлом V, разбить его к чертовой матери. Если бы войска их столкнулись, конечно, турки бы победили. И вот он все время писал ему письма, вызывал его на бой. И, собственно говоря, всю свою жизнь видел вот такого визави, видел такого соперника в императоре Священной Римской империи. Дальше, взяв Венгрию и поставив ее в вассальную зависимость, турки двинулись на Вену. Вообще, это сложно представить. Посмотрите, где Вена находится и где находится Стамбул. Сотни километров между ними. Фронт очень растянут. Обозы идут очень тяжело. Артиллерия застревает. И вот эта блестящая армия подходит под стены Вены и предлагает им сдаться. Более того, Сулейман направляет в Вену письмо. Фердинанд, выходи на честный бой. А лучше позови своего родственника Карла тоже на честный бой. Никто, конечно, не выходит. Ни Фердинанда, ни Карла в городе нет. Город вообще защищает местная аристократия. Они усилили стены земляными валами. И ядра турецких пушек просто-напросто там застревали. Долго идет осада. И осада идет безуспешно. Причем понятно, что это же в Османской империи это же не просто осада, это спектакль. На холме шатер Сулеймана. Это не просто какая-то палатка из зеленой ткани. Это расшитый золотом шатер. Это мебель, инкрустированная золотом. Как описывают хронисты, Сулейман вообще был подобен... Следующим таким будет Людовик XIV. Когда он просыпался, его специально обученные люди переодевали. В одном кармане ему клали 300 золотых монет, в другой карман 300 серебряных. Чтобы он в любой момент за трапезой, кто-то ему сказал хорошее слово, он ему раз, бросил две золотых, сказал спасибо. Или там вышел, разбросал на базаре серебро. Все, что он к вечеру не разбросал, все доставалось постельничьим. То есть это были их чаевые. Он был сказочно богат. Все инкрустировано огромным количеством драгоценных камней. И вот приходят послы из Вены с желанием договориться. Он одаривает их щедро. Ну, чтобы показать. Ребята, у меня тут денег, артиллерии, войск. Ну, я с вами сделал все, что хочу. Но Вена не сдается. И потом начинаются дожди. Армия изматывается. У армии не хватает провианта. И после трех неудачных штурмов Сулейман собирает диван. Диван, так называется, военный совет. Ну, и, в принципе, государственный совет. И на диване было решено, что диванные генералы решили, что, ребята, давайте третий штурм. Как бы если мы не возьмем, то все, до свидания. А еще янычары же, которые голодные, злые, они хотят пограбить, а грабить, собственно говоря, нечего. И янычары первые за этот штурм радуют. В общем, они бросаются на штурм венских стен. Ничего у них не получается. И османская армия отступает. Доходит она до Стамбула через какое-то количество времени. И здесь нужно тоже оговориться, как вообще... Это же поражение, фактически. Ты пришел под стены Вены. Императора Священной Римской империи не победил. Вену не взял. И вообще не понятно, зачем ты доходил. Да, прошло уже сколько времени с начала покода? Там, три с лишним года. И вот Сулейман приходит, и начинаются бурные празднества. Янычарам раздаются деньги. Начинаются скачки. Начинаются соревнования на этом старом византийском ипподроме. И все распространяют слух, что просто Сулейман... Он что? Зачем ему Вена нужна? Что такое Вена? Кто такой вообще Фердинанд? Вы венский обыватель. Ну, как может блистательный султан хотеть брать Вену? Вы что, сумасшедшие, что ли? Он пришел просто показать императору Священной Римской империи, что сделаю все, что могу. Пришел под стены фактически второй его столицы. Выжег там все, что мог, и ушел. И в этом была победа. Ну, и, конечно, благодарное население с помощью агитации всю эту победу приняло за чистую монету. Наш султан самый великолепный. Ура, молодец, спасибо большое. Вот, но очевидно, что противостояние продолжится, и Сулейман, конечно, этим не удовлетворится. Через год Сулейман снова собирает войско и снова идет на штурм Вены. Ну, даже до самой Вены он не доходит, потому что до него доносятся слухи, до него доходит разведданные о том, что Карл V подошел с войском. И он, не доходя до Вены, Сулейман ждет Карла. Карл, конечно, не дурак, он понимает, что янычары разорвут его армию в клочья, и он на поле битвы так и не появляется, отсиживается в Австрии. В общем, второй раз войско Османской империи, опять не солоно хлебавши, возвращается в Стамбул. Опять праздник, опять веселье, опять показали Западу, что, значит, мы у вас есть что разорвем в клочья, но Вену не взяли. И здесь Сулейман понимает, что помимо сухопутных владений на Западе, которые очень сложно контролировать, можно попытаться досадить Священной Римской империи на море. И экспансию надо свою начинать на воде, надо строить флот. С одной стороны. А с другой стороны Персия, о которой мы уже говорили, Персия сидит с занозой в спине у Сулеймана. Шииты, которые ему не подчиняются, с которыми постоянно пограничные конфликты и которых, безусловно, нужно покарать. И Сулейман временно отвлекается от Запада и бросает свой взор вот туда, на восток. Между 1530 годом, это последним неудачным штурмом Вены армии Сулеймана Великолепного, и между 1533 годом, когда он начинает войну с Персией, происходит важное событие. Три года янычары не воюют. Я вам уже сказал, что у них главный смысл – это грабить и присваивать себе награбленное. И в тот момент, пока войны нет, пока возвращающийся в Стамбул Сулейман останавливается на территории Венгрии, охотится на Балканах, в Стамбуле вспыхивает мятеж янычар. Они начинают громить торговые ряды, они начинают громить христиан, громить евреев и забирать деньги и, собственно говоря, товары. Сулейман у янычар был довольно популярный человек. Надо сказать, что, несмотря на то, что он был султаном, одной из, можно сказать, статей дохода было жалование как янычара. То есть он с детства был записан в янычарский полк, был очень популярен там и получал даже там жалование как, значит, военный. И вот он спешит в Стамбул, пытается договориться с янычарами, бунт довольно серьезный, просто раздать денег не получается. И дело доходит до того, что янычар начинает угрожать смертью самому султану. По легенде, он троих зачинщиков обезглавил собственноручно, дальше дело довершило армия. В общем, человек 15-20 было повешено, остальным раздали денег, и янычар это успокоило. Но Сулейман понимает, что вот эти три года бездействия ни к чему хорошему не приведут. Главная ударная сила войска начинает разлагаться, начинает заниматься грабежом в собственной столице. Потому что вообще грабежи в собственной столице вообще были запрещены. И воинский устав был довольно жестокий, да, была территория войны и территория мира. И вот на территории мира, то есть на территории Османской империи, янычар не могли на христианских полях пасти лошадей. За это можно было понести довольно суровое наказание. То есть Сулейман понимал, что разорять собственные земли и позволять янычарам вести себя, как вели, например, самураи в Японии, да, он о них, конечно, не знал, но тем не менее, нельзя, потому что эти люди приносят тебе налоги. А янычары как бы это всего-навсего бойцы, пусть и очень важные. И вот, собственно, подавлено восстание янычар. И вот в 1533 году Сулейман вторгается в Персию двумя армией. Одной армией он руководит сам, другой частью армии руководит Ибрагим Паша. Война складывается очень удачно. Он заходит на территорию иранского Азербайджана, захватывает Тебрис и, соединившись с войсками Ибрагим Паши, в 1534 году занимает Багдад. Таким образом, Сулейман персам наносит очень-очень чувствительное поражение. С персидской войной связана история падения Ибрагим Паши. Как я вам уже сказал, они были самыми близкими друзьями, они вместе ужинали, Ибрагим Паша ночевал во дворце султана и, в общем, был его главным советником. Сулейман был по натуре человеком очень закрытым, мало к себе людей подпускал. А вот Ибрагим был один из тех людей, с которыми они обменивались записками, с которыми они обсуждали государственные дела. И, в общем, Ибрагим в какой-то момент вел всю дипломатию Османской империи. И злые языки поговаривали, что он многим дипломатам говорил, да что султан-то, султан вообще без меня ничего не решает, он мой бро. Я ему что скажу, так и будет, вы со мной договаривайтесь. И действительно ему дарили огромное количество даров. И он был безумно богат. То есть он фактически, наверное, можно такую параллель провести, он был как Менщиков при Петре Первом. Только Менщиков все время в коррупции обвиняли, а Ибрагима стали обвинять в государственные изменения. Но история началась в гареме. Как я вам уже сказал, Ибрагим подарил Роксолану, султану великолепному. И она становится его любимой женщиной. Она занимает в гареме роль молодой жены, потому что в тот момент есть Махидевран. Махидевран – это старшая жена в гареме, албанка или черкешенка по национальности, которая родила наследника Мустафу. И она самая главная в гареме. И она видит, что Роксолана как-то все чаще заходит в Альков к султану и больше никого туда не приглашают. И в какой-то момент, понятно, что козни, сплетни, но в какой-то момент доходит до стычки. И Махидевран просто во время драки раздирает ногтями Роксолане лицо. И султан, когда возвращает в свое покое, он говорит, можно Роксолану в 22 ко мне? А Роксолана ему отвечает через Евнух, что она прийти не может. Она в таком виде, что она просто не позволит себе омрачить светлый лиг султана. Еще раз за ней посылает, она опять не приходит. Тогда он, собственно говоря, приказывает охране ее привезти, говорит, а что это за поведение? И она поднимает чадру и показывает на свое лицо. Он говорит, это кто сделал? Это вот ваша главная любимая жена, мать вашего наследника раздрала мне лицо. Ну все, с той поры как бы Махидреван просто не жить, она отлучается. Роксолана возвышается невероятно. И происходит совершенно фантастическая вещь. Как я вам уже сказал, султаны не женились. У них были наследники, которые плодились в гареме. Роксолана становится женой султана. Под нее специальный ритуал разрабатывается, она становится женой. То есть ее возвышение в империи невероятное. Через нее начинают решать экономические вопросы. Вопросы всякие межгосударственные, не межгосударственные, а внутригосударственные, внутриполитические. Ну что происходит, как любая фаворитка и любой фаворит при царе, при короле ведет свой бизнес. Он пытается играть политическими группировками, расставлять нужных людей, ненужных удалять. Вот она, вся сила власти. То есть в этом случае она действительно находится в спальне. И Роксолана дико возвышается. Единственный человек, который ей мешает, это лучший друг Сулеймана, Ибрагим Паша. И она понимает, что его тоже надо снести. Потому что он единственный, кто оспаривает с ней влияние на султана. И она его сносит. Начинаются разговоры о том, что дипломатам говорит, что он все решает в Османской империи. Дары, которые приносят султану, он присваивает себе огромную их часть. А самое главное, он же христианин. Он же был рабом. И потом он принял ислам. Но на самом деле он втайне все равно христианский культ исповедует. Все, мало кто об этом знает, но мне донесли. Роксолана плетет против него козни. И, собственно говоря, последней ласточкой становится интрига, в которой Роксолана принимает непосредственное участие. Она предупреждает Сулеймана великолепно, что Ибрагим ведет переговоры с персами. Вы идете вдвоем на войну двумя армиями, он тебя может предать. Скорее всего, это был навет. Этого ничего не было. Но тут случается история, которая Ибрагима хоронит в буквальном смысле. В его войске был еще один влиятельный человек. Это Искандер Челеби, который был предан султану. И который тоже исполнял функцию военачальника. И, в частности, он отвечал за подвоз продовольствия, за снабжение османской армии. И в какой-то момент проблема с провиантом случилась. И Ибрагим Паша обвиняет Искандера в этой проблеме. У них начинается перепалка, вследствие которой Ибрагим Паша распорядился схватить Искандера и повесить его. А султан, он написал, нашел дикое предательство. Человек работал на персов. Мы этого человека казнили. И все. Дальше существует легенда, что Сулейман увидел этого Искандера во сне. И Искандер ему сказал, я не виновен, меня оговорил Ибрагим Паша. Это первая легенда. Вторая легенда, что перед смертью Искандер успел отправить письмо Сулейману, в котором написал, что против него готовится жуткое злодеяние. Сложим сюда слухи о христианстве, о коррупции, о том, что я тут правлю, а не султан, о всей интриге Роксоланы. В общем, все. Ибрагиму подписан смертный приговор. Но есть один нюанс. Сулейман великолепный в тот момент, за 10 лет до описываемых событий, в тот момент, когда Ибрагим сказал ему, не возвышай меня, ибо падение мое будет ужасным, я не хочу этого, пообещал ему, что пока я здесь султан, с твоей головы не упадет волос. Тебя не отстранят, я тебя никогда не лишу должности, я никогда, не дай Господь, тебя не убью. Пока я здесь правлю, этого ничего не будет. По одной из версий, Сулейман отправил посланников в Мекку, в священный для каждого мусульманина город, попросил с него снять эту клятву, и клятва была снята. По другой версии, он пришел к муфтию в Стамбул и сказал, вот рассказали мне такую историю. Человек отправился на войну, и своего наместника оставил дома, чтобы он следил за его семьей и за его хозяйством. Пока хозяин был на войне, он воровал его добро и наносил урон его семье. Что с этим человеком следует сделать? И муфтий сказал, ну что сделать, убить самой страшной смертью. Это вторая легенда. А третья легенда, что он собрал Малый Совет, собрал диван и сказал, надо Ибрагим Пашу умертвить, но я же ему пообещал, что пока я правлю, ничего с ним не случится. И тогда кто-то хитроумный ему сказал, Сулейман, ну вы же султан только днем, потому что вы днем правите, ночью же вы спите, значит ночью вы не правите. Ну логично же получается. Поэтому ночью вы ответственности не несете, вы же не правите. И ночью во дворце Ибрагим Пашу просто удушили струной. Его тело было найдено поутру, все в крови, он, видимо, отчаянно сопротивлялся. Но таким образом его убили, и Роксолана осталась одна. Все, в то больше никакие люди не влияли на султана Сулеймана Великолепного. Вот таким образом эта женщина отыграла всех возможных конкурентов. Дальше начнется борьба за детей, которая тоже будет ужасной и кровопролитной. Чуть позже я о ней расскажу. Итак, к 1535 году Сулейман Великолепный находится в зените своего царствования. И Роксолана, соответственно, тоже находится в зените своего царствования, потому что один из самых грозных ее соперников, Ибрагим Паша, устранен. Остались дети от других наложниц. Роксолана к расправе с ними вернется позднее. Мы пока вернемся к политике Сулеймана Великолепного. Вернувшись на два года назад, в 1533 год, мы обнаружим очень важную точку. Сулейман Великолепный решает строить флот. И не просто строить флот, а привлечь на свою сторону известного флотоводца. И вот этим человеком становится еще одна выдающаяся личность того периода. Это Хэридин Барбаросса, то есть Хэридин Рожебородый. Я о нем мельком рассказывал в выпуске про пиратов. У него был брат, на самом деле там их было четыре брата, но вот два брата, которые вошли в историю. Одного из братьев убили, они были морскими пиратами. У них база была в алжирском городе Джерба. Джерба и сейчас очень интересный такой пункт, где сходятся все дороги из Ливии, из Магриба. И он всегда занимал важный такой форпост. Сначала для пиратов, потом для контрабандистов, потом для всевозможных разведок. Он до сих пор, в общем, такой город интересный. Вот в Джерби у них база. И, собственно говоря, они себя всегда признавали вассалами османских султанов, потому что в одиночку там не выжить. И в какой-то момент состоялась встреча Барбароссы с Сулейманом Великолепным. Барбаросса приехал в Стамбул, флот берберский его с яркими парусами. Он привез огромное количество даров от верблюдов и живых львов до рабов, золота, сокровищ. Вообще интересное отношение к этим дарам у Сулеймана. Венецианцы опять пишут, что дары уже вообще Сулеймана не интересовали. Их никто подчас не открывал. Ну, привезли там сундук с золотом очередным. Ну, хорошо, спасибо большое. С уважением пусть постоит в углу. Главное было их количество. То есть сундуков должно быть много. Что в них, это уже там второй вопрос. Потому что, действительно, роскошь у двора Сулеймана была невероятная. Дворцы, сады, потрясающие резиденции. И, в общем, действительно, это был самый роскошный двор того времени. Вот к этому двору приехал Барбаросса. Они договариваются с Сулейманом Великолепным. Сулейман назначает Барбароссу Капуддином. То есть, фактически, адмиралом флота. И Барбароссе до сих пор в Стамбуле, в районе Бешикташ, на набережной стоит памятник. Человек в тюрбане, с клокочной бородой, такой достаточно воинственный. Он является до сих пор одним из самых почитаемых военачальников Турции. Судьба Барбароссы во многом похожа на судьбу английского пирата Фрэнсиса Дрейка. Тоже сначала пиратство и грабежи испанских судов. Только Фрэнсис Дрейк действовал в Латинской Америке, а Барбаросса действует в Средиземноморье. Фрэнсиса Дрейка Елизавета I производит в рыцаре, а Барбароссу Сулейман Великолепный делает адмиралом флота. Барбаросса был выдающийся совершенно мореход. И в народе за ним закрепилось прозвище «начальник моря». То есть понятно все о человеке сразу, что человек действительно творил на море, что хотел. Начинается строиться флот, и Сулейман настолько увлечен этим строительством, что посещает городские верфи два раза в день. И вот еще одно преимущество огромной империи. Каждому европейскому монарху для такого проекта нужно согласование парламента, если это в Англии, одобрение знати. Поиск денег, потому что денег у европейских государей всегда не хватало. Здесь огромные ресурсы империи. С одной стороны финансы, с другой стороны отсюда ты привозишь с одного конца дерево, с другого конца канаты корабельные, с третьего конца железо. Тут же тебе, значит, вытачивают весла, здесь тебе шьют паруса. То есть вся мощь Османской империи бросается на строительство этого флота. И Сулейман надо отдать ему должным в превосходный тактик. Если он до конца не может победить европейцев, главным образом, священную Римскую империю на суше, он сделает ее жизнь невыносимой на море. И шанс представляется достаточно быстро. В 1538 году Венеция в союзе с римским папой нападает на Османскую империю. Ну, то есть каким образом нападает? Она нападает на острова, которые принадлежат Османской империи. Естественно, в Стамбул они вторгнуться бы не посмели. И вот Хайридин вместе со своим флотом начинает с венецианцами борьбу. Он, собственно говоря, опустошает Игейские острова, которые принадлежат Венеции в этот момент. Он терроризирует население Сицилии, Южной Италии. Доходит до того, что римский папа боится, что будет высажен десант османов. И в Риме фактически военное положение вводится чуть ли не до эвакуации. Потому что взять очень простой пример. Например, у европейцев хорошие корабли, но они не такие быстроходные, как у турков. У турков гораздо более серьезная армия. И у барбароссы, в частности, на веслах грибцы не все рабы. Много грибцов мусульман, которые грибут на веслах за деньги. У европейцев в основном это рабы. И рабы турки, то есть османы, которые при любом морском сражении норовят сломать весла. В общем, сделать все, чтобы европейцы это сражение проиграли. И, собственно говоря, в 1538 году у Привезе состоялось морское сражение. С одной стороны османский флот, а с другой стороны флот испанцев, венецианцев. В общем, европейский флот под производительством тоже потрясающего адмирала, которого зовут Андреа Дориа. И европейцы с треском это сражение проигрывают. Здесь надо отметить очень важную вещь. За несколько лет до сражения Сулейман Великолепный подписывает договор секретный с королем Франции Франциском I. Почему секретный? Ну, потому что если бы его опубличили, то все европейские державы бы сказали, Франциск, вы сошли с ума, вероятно. Вы христианский король. Вы подписываете договор о взаимопомощи с султаном Сулейманом, который неверный, который мусульманин, который притесняет христиан. Поэтому договор, естественно, был тайный. И, собственно говоря, по этому договору османы, османский флот спокойно базировался на территории Франции. В это сейчас трудно поверить, но флот Барбароссы дошел до Тулона. Тулон — это сейчас главная база военно-морского флота Франции. То есть это вот то самое побережье Франции, которое называется Лазурным побережьем, то есть Кот-д'Азур, где все фешенебельные Ницца, Канны и так далее и тому подобное. И вот туда дошел флот Барбароссы. Он там расквартировался, и вся знать двора Франциска I приезжала на них посмотреть, что это за турки. Они ходят в своих фесках, бородатые, у них огромные корабли, они такие все кровожадные. И, собственно говоря, они там какое-то время базировались, и оттуда делали налеты посреди земноморья. На побережье Испании, на побережье Италии. И Франциск I с помощью Барбароссы захватил Ниццу. Ницца не была французской, она принадлежала Савойской династии. И вот с помощью османских моряков, с помощью Барбароссы, Франциск I Ниццу захватил. Крепость сама не сдалась, а город он захватил. И в осаде крепости есть интересный миф, что когда турки осаждали крепость, там была легендарная прачка, которая была довольно мужеподобная, такая здоровая. И, собственно говоря, когда первый османский моряк на крепостную стену со знаменем забрался, она ему дала вот этой скалкой для кипячения белья, дала ему по башке и разбила голову. Такой был силы удар. А флагом потом подтерлась. Вот такая историческая легенда. В общем, османы крепость не взяли. После этого на Франциска I, конечно, западные державы оказали давление и вынудили его отказаться от любых отношений с Сулейманом Великолепным. На деле он, конечно, от них не отказался, а на бумаге сказал, да, действительно, у нас никаких больше отношений не будет, у нас какие-то были торговые договоры, сейчас мы это все отменим, потому что действительно он султан неверных, а как же я христианин и так далее. Но, тем не менее, французский король сыграл свою довольно важную функцию. Он помогал базироваться Османскому флоту. И вот с той поры, как появился Барбаросса, флот Сулеймана безраздельно правит Средиземноморьем. Дошли до Алжира, покорили все прибрежные города. Была экспедиция в Индию, где они сражались с португальцами. То есть территория Османской империи невероятно разрослась. И, собственно, Барбаросса сыграл в этом важную роль. Вообще, я много раз замечал, что вот вокруг великих людей, как правило, всегда они притягивают сон звезд. То есть тоже таких важных персонажей, которые, казалось бы, специально родились в эту эпоху. Смотрите, как Сулейману, в общем, повезло. С одной стороны, был Ибрагим Паша, который был выдающийся военачальник. С другой стороны, Барбаросса выдающийся. Морской адмирал, великие архитекторы, великие поэты. То есть все соединилось в одну эпоху. Таким образом, Османская империя становится самым сильным войском на суше и самым сильным флотом в Средиземноморье. И вот это, наверное, высшая точка империи. В 1540 году происходит следующее важное событие и снова в Венгрии. Мы помним, что Венгрия поделена на две части. Одной частью управляет Фердинанд, поддерживаемый Священной Римской империей. Второй частью управляет ставленник венгерского дворянства и человек, которого поддерживает Сулейман Великолепный, Запольяи. И вот Запольяи умирает. И выясняется интересная вещь, что между ним и Фердинандом, которые должны были друг с другом и воевали друг с другом, подписан секретный договор, что если у Запольяя не будет детей, то Фердинанд становится королем Венгрии. И об этом договоре становится известно. Сулеймана это приводит в бешенство, потому что человек, которого он поддерживал, человек, которому он обеспечивал крышу все эти годы, вот так его бессовестно кинул. Но тут получается еще одна интересная вещь. Запольяя умер, и его жена родила наследника. И это опять все меняет. Фердинанд не может вступить во владение Венгрии, потому что есть малолетний ребенок. Он буквально... Отец умер, а ребенок родился. К ребенку присылают турецких посланников, чтобы вообще посмотреть, есть ли ребенок-то на самом деле. Ее ребенка выносят янычарам. Изабелла, мать этого ребенка, показывает. Вот действительно сын у меня, вы знаете. И на этом основании, в поддержку несовершеннолетнего сына, Сулейман Великолепный снова вторгается в Венгрию. И надо сказать, что для Фердинанда и для поддерживающего его Карла все заканчивается совершенно ужасно. Ну, то есть Карл, конечно, собирает войска и не приходит драться за Венгрию. Сулейман захватывает Буду, Пешта, он захватывает Вишеград. И, в общем, вся территория Венгрии, за ней к ней присоединяются Валахия и Молдавия. Между ним и Священной Римской империей подписан договор. Трансильвания, вся вот эта вот область от Молдавии до Венгрии становится вассалом Османской империи. Вот, это самая дальняя, самая крайняя точка развития Османской империи на Западе. Потом, через столетие, они еще будут штурмовать Вену. Но, вот, на сегодняшний день это совершенно невероятная территория, потому что в 1548 году, через два года после турецкой кампании, будет еще один персидский поход Сулеймана. И по нему территорию, они возьмут Ереван, они присоединят к себе часть Грузии. То есть, вот, посмотрите на карту, вот, в период расцвета империи Сулеймана, вот такая огромнейшая территория была под его властью. То есть, действительно, это была главная держава мира на тот момент, да, был еще Китай, но, конечно, вот, если мы говорим о Европе и Ближнем Востоке, то да, османы были главной страной на тот момент. Сулейман Великолепный — это прозвище, которое дали ему в Европе. На родине Сулеймана называют Сулейман законотворец, потому что, помимо бесконечных войн и дипломатии, Сулейман занимался внутренней политикой. Во-первых, он разработал огромный свод законов, который, вы не поверите, так или иначе, в разных изводах действовал до XIX века. Законы были прописаны для каждой провинции, которая входила в Османскую империю. Они касались налогов, они касались вероисповедания, они касались брака, они касались наследства, они касались неурожайных лет, вплоть до того, сколько нужно продуктов использовать при приготовлении тех или иных важных блюд. В общем, это действительно огромный... Понимаешь, он не сам его писал, была коллегия людей, которые ему помогали, но, тем не менее, этот свод законов был разработан. И, собственно говоря, очень много свидетельств того, что крепостные крестьяне из ряда областей Европы, они бежали на территорию Османской империи, потому что им там было легче выживать. Здесь барщина, оброк, крепостное право где-то. А в Турции ты пришел, просто ты не мусульманин. Ну, главное, что ты не шиит. Платишь пошлину себе и платишь. Работай, работай. Понятно, что пошлины было две. Была пошлина денежная для немусульман, и была пошлина кровавая, так называемая, когда детей забирали у родителей, и этих детей насильно обращали в ислам и забирали в янычары. Больше они своих семей не видели. Они составляли вот такую избранную касту воинов. Опять же, много очень написано о том, как матери не отдавали своих детей, прятали их. Это, конечно же, было. Но были и другие случаи, когда мусульмане старались так или иначе засунуть своих детей в этот янычарский сбор. Потому что такого социального лифта больше не было. И вот с помощью вхождения в касту войска янычар ребенок, который был сыном крестьян, мог вознестись просто на вершины блистательного двора султана. И правда, этот лифт работал. Мы видели это на биографии и Барбароссы, и Ибрагим Паши, да и на биографии Роксолана мы это видели. То есть Турция вот таким образом формировала государственную элиту. Вторая важная область приложения усилий Сулеймана — это искусство. Он сам писал стихи, он участвовал в отливании пушек, у него было хобби, и хобби у него было ювелирное дело. То есть он занимался драгоценными камнями и так далее. Он занимался изделиями из золота и серебра. В общем, он был человек многих талантов. Если брать самую близкую аналогию для нас, наверное, Сулейман Великолепный — это Петр I Османской империи. И реформы, и дипломатия, и успешные войны, и преобразование страны, да, потому что при Сулеймане действительно это был рассвет Османской империи, он ее изменил. Если мы говорим об архитектуре, то в частности я упомянул Синана, это главный придворный архитектор Сулеймана Великолепного. Он прославился сначала как военный инженер, потому что во время венгерской кампании он построил шикарный понтонный мост через реку. Он был блестящий мастер фортификации. И потом, когда его сделали главным архитектором Османского двора, он построил три совершенно выдающихся мечети, которые до сих пор можно увидеть в Стамбуле. Мечеть Селемие, мечеть Шахзаде и мечеть Сулеймане. Это три совершенно выдающихся памятника мусульманской архитектуры. И вот мечеть с ее минаретами, то, как это выглядит сейчас во многих мусульманских странах, это зодчество, конечно, родилось в Османской империи. Оно перекликается и во многом оно заимствует какие-то вещи в архитектуре у Византии. Ну, невозможно этому не наследовать, они, собственно говоря, захватили столицу Византии. Но архитектура получилась потрясающей. И это, конечно, одно из таких международных, мировых культурных сокровищ. Роксолана не все время тратила на интриги. Она строила школы, она строила больницы, она занималась образованием детей. То есть, в принципе, не только в международную политику вклад огромный. Вклад этой семьи, да, давайте называть ее семьей, во всю историю Турции просто ни с чем не сравним. Можно сказать и так. Роксолана, находящаяся тоже на вершине своего могущества, она вступает в тот момент, когда нужно думать о наследии. Потому что совершенно очевидно, что если править будет старший сын, то от детей Роксоланы и от нее самой после смерти Сулеймана ничего не останется. Их всех удушат. По старому османскому обычаю всех лишат жизни. И, собственно говоря, Роксолана вступает в битву и за детей, и за себя. На тот момент у Сулеймана любимый сын и его наследник это Мустафа, сын от его старшей жены. Мустафа очень умен, он очень хорош собой, и он очень популярен. Вот как Сулейман в начале своего правления был очень популярен среди инычар и простого народа, вот Мустафа идет по стопам отца. То есть это совершенно по свидетельствам современников выдающийся наследник. Он был бы прекрасным султаном. Естественно, Роксолане это не нужно. У нее двое на тот момент, некоторые дети умерли, двое сыновей, которые будут править. Один из них будет править, надо двигать своих сыновей. Вот она начинает всяческие интриги против Мустафы. И в конечном итоге она договаривается до того, что рассказывает своему мужу, рассказывает Сулейману, что сын готовит с помощью инычар дворцовый переворот. И отец серьезно задумывается. И вот 1553 год он призывает Мустафу в свою ставку, в свой шатер. Мустафа должен приехать, чтобы оправдаться. Он понимает, что может не вернуться живым, но тем не менее поддержка инычар огромная. И вот он заходит в шатер, отца в шатре нет, и на него набрасываются двое немых слуг. И начинают душить его струной. Шатер по периметру, чтобы никто не видел, что там происходит, огражден еще одним тканевым пологом, чтобы никакие звуки, никакие движения не проникали наружу, чтобы инычары, не дай бог, не бросились на помощь Мустафе. Мустафа крепкий парень, он сражается за себя, и слуги его не могут удушить. И есть легенда, что Сулейман великолепный, понимая, что результат никакого нет, он так этот полог отодвинул и посмотрел на своих слуг. И слуги увидели взгляд Сулеймана, понимают, что если они сейчас Мустафу здесь не убьют, то убьют их. И они его, конечно, добивают. В честь сына строится потрясающая мечеть Шахзаде, и она до сих пор стоит в Стамбуле, потрясающий памятник зодчества. Сын убит, у Раксаланы больше препятствий нет. То есть ее дети, один из двух ее совершеннолетних детей, станет следующим султаном. Вообще это удивительно, да, как девушка, славянка, попавшая в рабство, не просто оказалась у двора султана, а стала его женой и настолько хитроумные интриги провела, чтобы еще детям своим оставить вот это наследство, эту Османскую империю. Это совершенно такой вот литературный, я не знаю, сериальный такой персонаж, но тем не менее это живая история. И более того, я думаю, что многие из истории о султане Сулеймане Великолепном перекочевали в «Игру престолов», потому что один из трех детей Сулеймана Великолепного и Раксаланы был Горбун. И он по понятным причинам не мог быть следующим султаном. Говорят, что он очень сильно был привязан к Мустафе, то есть к сыну Сулеймана от первого брака. И после того, как его отец убил, он очень сильно переживал и в конечном итоге умер. История про янычар, которые перед каждым походом безмолвно выстраивались, как вот это вот знаменитое войско в «Игре престолов». Они стояли не шелохнувшись. Западные дипломаты, западные хронисты, они были поражены дисциплиной, что они могут стоять вот так неподвижно часами. Если только командование даст им приказ, они в этот момент начинают движение. Вот. И все эти вещи, конечно, перекочевали в кино. Сулейман начинает стареть. Он на вершине мира. К этому моменту, к моменту его старости уже, он убил своего сына. Он безумно это переживает наверняка. Он убил своего лучшего друга Ибрагима Пашу. Барбаросса мертв. Французский король. Франциск I, который был его союзником в Европе, тоже умер. И вот в 1558 году умирает Арксалана. Для Сулеймана это ужасающий удар, потому что совершенно ясно, что он ее очень сильно, безумно любил. У нее начинаются изменения. Многие связаны с возрастом. Я думаю, что, конечно, все это связано с ударом от смерти любимой женщины. Он сразу начинает менять привычки. Он становится очень аскетичным. Прекращает пить вино. И вообще, любое употребление вина в столице, импорт вина запрещен. Он начинает быть аскетичным в быту. Прекращает принимать подарки. Прекращает есть на золотой посуде, на которой он только на золотой посуде ел, даже в походах. Сначала переходит на фаянс или фарфор, а потом и вовсе на глину, на керамику. Он очень замыкается в себе. Он фактически ни с кем, кроме любимой дочери, опять же, от Арксалана не общается. И, в общем, это период великого угасания. Два события еще внешнеполитических происходят. Умирает, в тот же год, что умирает Арксалана, умирает Карл V, император Священной Римской империи. И, в общем, Сулейману больше и противостоять-то не с кем. Ну, все, ушел главный враг из жизни, с которым он так и не встретился на поле боя. Нет любимой женщины. То есть, ну, это вот как в песне Джонни Кэша, «Hurt», да, когда сидит пожилой мужчина, играет на гитаре и вспоминает всех, кто ушел. И вот в этот момент у Сулеймана начинается закат. Близких нет, друзей нет и врагов даже нет. Два последних больших похода им предприняты. Первый без него, второй с ним. Без него это османы высаживаются на остров Мальта, где укрылись иониты, когда-то изгнанные Сулейманом Великолепным с острова Родос. Совершенно эпическая кампания, совершенно эпический штурм Мальты. Мальта отбивается, и это вляжет в основу легенд Мальтийского ордена. Как они своей грудью закрыли Европу от османа. Вена тоже будет говорить, что она закрыла от османа своей грудью Европы. И Венгрия будет говорить, что она приняла главный удар. Все, в общем, своей грудью от османа Европу закрыли. Османов только об этом не уведомили. Но, тем не менее, Мальту они не взяли. И Сулейман тогда в сердцах бросил фразу, что вы проиграли, потому что я не был на поле боя. И, собственно говоря, если бы я был, я выиграл. И Сулейман устремляется в последний поход. 1 мая 1566 года Сулейман выдвигается с войском в Венгрию. Он ведет достаточно успешную кампанию. И в августе он начинает штурмовать город Сигитвар. Город не сдается. Местное дворянство выстроило достаточно серьезное укрепление. Они дерутся, как львы. А Сулейман чувствует себя уже очень плохо. И город раз за разом подвергается неудачным штурмам. Со всех сторон его расстрелит артиллерия. Ну, в общем, достаточно хорошая фортификация. И главное, что люди совершенно бесстрастно бьются. Защита города выстроена очень хорошо. И в конечном счете армия Сулеймана Великолепного, осаждающие идут на последний штурм. В ночь с 6 на 7 августа они штурмуют город всю ночь. Они проламывают стены, входят в город, вырезают гарнизон. Причем даже не вырезают гарнизон, а гарнизон, от которого остались там несколько сотен человек. Они выходят на самоубийство. Они выходят из города и в чистом поле, что называется, принимают смерть от превосходящих сил противника. Когда османы заходят в крепость, они попадают в ловушку. Потому что перед выходом защитники запалили длинный бигфордов шнур. Когда османская армия-то заходит, крепость взрывается. И часть османской армии, которая туда уже успела зайти, взлетает на воздух. Но, тем не менее, город взят. А Сулейман этого не видит. Потому что в эту же ночь он умирает. Он умирает, и его великий визирь Соколу принимает решение молчать. Он ждет, когда появится наследник. В тот момент наследником остается один из сыновей Сулеймана и Рахсолана, которого зовут Селим. Он будет воевать со своим братом три года до смерти отца. Брат убежит к персам в Багдад. Персы выдадут его обратно. В итоге Селим своего брата убьет. Убьет его четверых детей. Потом найдет пятого трехлетнего и тоже его грохнет. И вот Селим остается один. Рахсолана, уже мертвая к тому моменту, победила. И Селим едет в лагерь, чтобы принять присягу от янычар. Янычарам ничего не говорят. Говорят, что у Сулеймана великолепного мигрень он к войскам выйти не может. И его великий визит находит человека, который потрясающе подделывает подписи и почерк султана. И делает вид, что он ходит к нему в шатер, докладывает, получает донесения, раздает поручения янычарам и так далее. И вот Селим приезжает в Ставку и тут объявляется, что султан Сулейман, Сулейман законотворец, умер. И Селим становится следующим султаном Османской империи. Вот такой рассказ, вот такой великолепный век, вот такой великолепный султан. Вот она, Османская империя на вершине своего могущества. И в этой точке начинается ее закат. Он наступит позднее, но на самом деле, конечно, закат начинается с Селима. Селим, совершенно невыдающийся султан, и главная его проблема – это пьянство. Он бесконечно пьет, он не занимается государственными делами, и он умрет очень глупо. Вы знаете, что турецкие бани – это одно из любимых форм досуга для турецкой аристократии в тот момент, да и сейчас, в общем, тоже. И вот пьяный Селим в бане бегает за наложницами, подскальзывается на мыльной пене, разбивает себе голову и вот так глупо умирает. Вот действительно, практически по вот этому знаменитой строчке. Да, жил грешно и умер смешно. И с этого момента начинается закат Османской империи, но это уже совсем другая история. Пока мы в той точке, когда Сулейман Великолепный ушел и оставил после себя вот такое наследство. И действительно, я еще раз вернусь к тому, что, наверное, это османский, турецкий Петр I, если хотите. Выдающийся полководец, выдающийся реформатор, покровитель искусств, покровитель науки, потрясающий дипломат, человек, который всю жизнь любил Роксолану, главную женщину своей жизни. Вот просто со всех сторон легендарный исторический персонаж. Вот он, великолепный век и великолепный султан. Спасибо, что смотрите наши исторические выпуски. Подписывайтесь, потому что подписчики новые приходят, новые зрители приходят, не все из них подписываются. Подписывайтесь, пожалуйста, потому что мы стремимся набрать миллион подписчиков. У нас уже 800 с небольшим тысяч. Спасибо вам за ту радость, которую вы мне дарите своими комментариями. До свидания.